Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Не знаю, как поступить в ситуацию, очень прошу помощь. Полгода назад я познакомился с мужчиной на курсах английского. Мы вместе удаленно изучали язык. Потом завязали дружескую приписку и начали более тесно общаться. В процессе общения поняли, что нравимся друг другу. Но есть одно, но мы живем в разных странах. Были разговоры о том, что когда-нибудь мы сможем встретиться. Возможно, у нас что-то может получиться. Но на данный момент я начинаю сознавать, что живу иллюзией об этой встрече, что я залепляю на мужчине, которого знаю только по общению, по виду. Я свободен и открытый к отношениям, но ни с кем не встречаюсь, потому что жду его. Он, конечно, ничего конкретного мне сказать не может. Вот. Я понимаю, что это может длиться еще очень долгое время, а я в это время тихо схожу с ума от влюбленности в виртуального мужчину. И как выбраться из этого состояния, не знаю. Пробовала встречаться с другими мужчинами, но в голове все равно сидит надежда, что мы увидимся, и я пытаюсь сидеть на двух стульях одновременно. Это совсем это мне не нравится. Как объяснить себе, что это лишь возможный вариант, и мои фантазии, в отношении этого человека? Прекратить общение, общаться как друзья, пробовала не получается, что-то требовать от него. Это очень глупо, и я это осознаю. Ну, вообще говоря, фантазия и влюбленность – это пробопрепенность. И было бы неплохо, если бы вы, на мой взгляд, несколько присмотрели вы к тому, что представляет из себя Ваши фантазии, о которых вы говорите, что это такое, да? Что это? Вот вы говорите что-то, сходят в формат, влюбленности, да, и так далее. Вообще, это чувство, оно довольно сильное, очевидное, и оно же вместо тем, на что-то направленное. Вот, то есть, ну, 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 вот, ну, буквально, то есть, буквально, вам чего-то хочется. Вот, ну, нужно, как мне кажется, увидеть, да, что же вам нужно, да, то есть, вот, в чём вы нуждаетесь. Вот, я бы, наверное, вот, я бы, наверное, в каком-то таком направлении, предложил бы вам подумать, с точки зрения, опять же, повторюсь, с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. Вот, значит, потребность и момент, связанный с тем, как именно вы оказались в отношениях на расстоянии. Ну, то есть, буквально, как буквально вы оказались в этих отношениях. То есть, ну, не случайно же вы в них оказались. Не просто так вы в них оказались. Вы в них оказались. Если вы в них оказались, значит, ну, значит, что вы были, ну, скорее всего, к этому склону. Ну, вот и задача, наша задача, по крайней мере, заключается в том, на мой взгляд, чтобы постараться увидеть, с чем мы имеем дело. Ну, конкретно, буквально, с чем мы имеем дело. И дальше уже можно будет смотреть, дальше уже можно будет исследовать, то, что с этим, ну, что вам с этим можно сделать, например. Вот. То есть, ну, как, 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 как вам с этим можно обратиться, например, опять же. Вот. А, пока не будет, а, выявлено, выявлено, а, базовая потребность ваше, вот, пока не будет понятно, что это за подробность, вы скорее всего будете к этому привязаны и, ну вот, привязаны очень сильно, ну просто потому что вам чего-то хочется, да, ну вы чего-то хотите, у вас есть, значит, какие-то потребности, вот, у вас есть, ну вы не знаете, что это за потребность, вы не знаете чего вы хотите, вот, и, соответственно, вот, как раз на это и нужно обратить вам ваше внимание, вот, ну как-то, мне кажется, прекращать общаться с человеком идея не очень хорошая, вот, потому что, ну, не решит эту проблему, на мой взгляд, ну, на мой скромный взгляд, вот, не решит, а что решит проблему, так это вот, понимание того, как вы, ну, оказалось в этой ситуации для себя непростой. в этой ситуации для себя, потому что, по моему мнению, люди не случайно оказываются в отношениях, где, ну, есть расстояние, вот, по моему, по моему мнению, в этих отношениях людей оказываются, потому что избегают близости, вот, ну, то есть, вот, просто избегают близости в реальной, каком, ну, в реальной жизни, вот, хотя, сами себе в этом признаться могут далеко не всегда, вот, поэтому, вот, я и говорю о том, что нужно понять вашу потребность, увидеть ее, ну, постараться, постараться увидеть, чтобы вам самой было понятно, откуда столь сильные чувства у вас, вот, что вы прям в этом смысле, да, вообще не о чем думать, ну, например, например, не может, допустим, вот, это решается, вот, это решается, так что, я думаю, помочь вам будет можно. А, почитайте про любовную зависимость, да, про эмоциональную зависимость, вот, тоже будет, на мой взгляд, совсем не безполезно, не безполезно, это сделать вам, вы увидите, что и как это происходит. А, что еще мне показалось, исходя, исходя, исходя из вопрос, что вы написали, что вы исты мужчины, что мужчины, это, это именно такая гендерная история, вот, что мне показалось, что вы ищете мужчину, вот, что вы надеетесь, значит, ну, что, встретит, увидит мужчину, вот, ну, и, вот, гендерное, такое взаимодействие, да, оно, вот, конечно, ну, сказывается, сказывается не лучшим образом, ну, 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 на вас, вот, на мой взгляд. Поэтому вам бы помогло, если бы вы немножко начали бы менять, допустим, свое отношение к себе, вот, то есть, когда я как личность, да, что, что мне интересно, вот, как я вообще по, по жизни двигаюсь, там, и так далее, например. И вам бы помогло, вот, восприятие, значит, вашего партнера тоже, вот, с точки зрения лич, именно личности, то есть, именно, вот, с точки зрения личностного взаимодействия. Ну, опять же, на мой взгляд, то есть, вы, может быть, и не согласитесь, потому что вы пишете, что дружеская беседа у вас завела, завела, то есть, вы можете сказать, что мы общаемся так, нет. Ваше влюбление, ваше влюбленность такая, это именно, вот, следы того, что вы видели в человеке кого-то, кто может вам, вот, дать то, что, ну, то, что вы хотите. Вот, дать вам, кто в чем вынуждает, вот, только что, что это, в чем вынуждает, вот, это вопрос. Еще есть вариант, когда люди вступают в такие отношения, они могут, ну, как-то бояться избегать реальных встреч. То есть, вы можете бояться избегать реальных встреч. То есть, вы можете, вот, выбрать такого человека, да, недоступного. Только потому, что встреча с реальным мужчиной, с которым можно реальные отношения подключить, вас пугает. Пугает. Вот. С этим сложно, сложно согласиться с разом. Вот. С этим сложно согласиться с разом. Но, тем не менее, такой вариант тоже есть. Для того, чтобы подтвердить его или опровергнуть, нам нужно, на самом деле, сделать анализ вашей жизни. Вот. И это покажет, в общем-то, то, прав ли я, например, в своем предположении. Вот. Допустим, справлю ли я в своем предположении относительно, вот, вашей выгоды или нет. То есть, здесь есть выгода ваша. Какая-то выгода. От того, вот, как вы себя, ну, ведете, грубо говоря. Только пока мы этого не знаем. Вот. И вы не знаете. Но если разберемся, вот, то я думаю, что опять же все будет понятно, вы сможете для себя какие-то выводы сделать. Удачи вам. Всего самого доброго. Я буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать над собой работу. Обращаться. Удачи.